Хайет боится даже взглянуть Мурату в глаза, потому что игра, в которую они играли с Ибрагимом, была разоблачена. Делясь с девушками случившимся, Хайет говорит, что терпеть не может эту фальшивую жизнь и расскажет Мурату всю правду. Тем временем Мурат решает открыться Хайету, так как между ними больше нет препятствий. Он хочет сделать это в особый момент и узнает, что в выходные у Хайета день рождения. Любовь не понимает слов, что будет в новой серии. В то время как Хайет думает, что Мурат откроется ей, Мурат дает совершенно другую реакцию. Потому что он понимает, что Хайет играет в игры. Но он никогда не сдается, пока ждет признания. Аслы должна вернуть Дорука домой после вечеринки. Аслы, заснувшая в Сарсил Мазлари, просыпается утром и видит перед собой Дерью. Дедем думает, что Хайет поселился в Мурате. Мурат также слышал, что Хайет живет с Ибрагимом. Когда ситуации запутываются, то Валь по-своему спасает ситуацию. Их работа для предстоящего запуска Сарту крадена. Понесет ли компания большие убытки или произойдет чудо? Перед зеркалом в полный рост Хайет и Мурат, очень стильные в своей пригласительной одежде, помогают друг другу. На колье, галстуки бабочки, молнии и так далее. Затем они встают перед зеркалом, смотрят друг на друга и обнимаются. Оба очень счастливы. Они на диване в следующей съемке. Хайет лежит на коленях у Мурата и читает книгу. Ибрагим поднимает подушки вокруг. Ни подушек, ни одеял, ни шалей. Только человек, которого ты любишь согревать. Мурат не знает, куда деть руку, сначала гладит ее по волосам и щекочет. Они вместе смеются и вместе читают книгу. В новом выпуске Ask Laftan Understanding Castle и Ипик рассказывают Хайет, что они узнали. Беременность Дедем – ложь, но у Дедем был ложный выкидыш, не найдя никаких доказательств. Даже если девушки не сдаются, результат бесперспективен. После того, как все возвращается на круги своя, Хайет пытается заставить Мурата ревновать. Девушки и Холст также включены в эту игру. Жизнь постепенно увеличивает дозу и говорит, что он тот, кому хочет дать шанс. Когда он рассказывает об этом девушкам, они решают, что наиболее подходящим кандидатом в фальшивые любовники является Ибрагим. С помощью Аслы Ибрагим начинает работать в Сарте. Керем подошел к концу своего месячного испытательного срока с Ипик. Он вот-вот сойдет с ума от этого волнения. Он просит помощи у Аслы. Дерья продолжает сотрудничество с Дедем. Он даже приветствует ее дома. Он строит план, чтобы вернуть жизнь Сарте и Мурату. Они тоже следуют жизни. Мурат, он похитил Хайет с вечеринки и перекинул через плечо. Когда они пришли в укромное место и, наконец, сбили девушку, девушка сказала, слава богу. Мой мир перевернулся. И как ты можешь взять меня на спину и привести сюда? Это моя вершина горы. Когда я говорю это, Мурат оглядывается и говорит, да. Девушка также была взволнована тем, что мальчик был так близко к ней, и сказала, это правда, говорит он и смотрит на девушку. Я готова, немного беспокойно, говорит девушка. Мурат кладет другую руку рядом с девушкой, приближается, он смотрит тебе в глаза и говорит, ей богу, говорит. И девушка говорит, клянусь Аллахом. Дедем бросает ребенка. Племянник Фадика Ибрагим, также известный как Безумный Ибрагим, поставил свой караван в саду дома. Хотя Эмини не понимает его скитальческой жизни, его мать жалеет его, Кирэм пытается разгадать мальчика. Хайет, который не может спать по ночам, попадает в беду с ребенком. Они говорят о разнице между выездом из города и побегом от человека. Мурату тоже снится, что Хайета нет, а утром он волнуется и звонит девушке. Днем Хайет давит на Мурата и берет слова, которые видела во сне сама. Утром они репетируют жениха Мурата на работе. Азими разговаривает с бабушкой Хайет и рассказывает о событиях. Он говорит, Мурат женится на ком-то, кого он не хочет, но он имеет в виду кого-то другого. Он женится на дедем из формальности, и когда ребенок родится, он оставит дедем. Любовь все еще ждет его. Жизнь тоже понимает, что говорят, и говорит, любящие люди ждут. Ипик спорит с отцом из-за денег. Аслы приезжает в Серти, чтобы принести до руку результаты анализов. Он встречается с дедем. Пакеты дедем падают на землю, и Аслы видит гормональные препараты, которые дедем использовала, чтобы забеременеть, и становится подозрительной. Он рассказывает о своих сомнениях Ипик. Ипик устраивает пикник и приглашает детей рассказать о дедем. Появляется до рук и звонит своему брату. Дерья продолжает помогать своей матери дедем, и ей чего-то не хватает журналистам. Вечером дедем приносит дерья тяжелый подарочный пакет ее матери. Потом, когда я говорю, что ты пьешь, он говорит, что я сегодня выпил много кофе. Потом снова звонят из поликлиники, девушка не открывается. Но дерья начинает подозревать о беременности и говорит дедем, я не думаю, что ты беременна или что-то в этом роде. На пикнике им приходится присматривать за женщиной по имени Селиме. Женщина очень растеряна. Он думает, что Хайет, его дочь, а Мурат, зять. Девочки тоже думают, что они маленькие девочки. Позже к ним присоединяется известный подросток, когда они играют на гитаре. Создается романтическая атмосфера. Вечером, уходя Мурата Хайета домой, девушка говорит, что любит дедем и говорит, что ты меня очень огорчил. Она начинает плакать. Они обнимают друг друга. Мурат звонит дедем и говорит, когда снова пойдет на УЗИ, я тоже хочу прийти. Аслы и Ипик идут в клинику, где делают фальшивый отчет о беременности дедем. Он притесняет медсестру, которая дала фальшивый отчет. Они хотят противостоять Мурату. Говорят, если ты не придешь, мы потеряем твою работу. Пока дедем Дерья думает о том, что делать после понимания матери, ей звонит медсестра, рассказывает, что произошло, и просит еще денег. Дедем загнан в угол. Дерья идет к матери и неявно угрожает и просит помощи. Керем приводит Мурата в парк, чтобы встретиться с девушками и противостоять медсестре. Но как только они приехали, звонит ее отец и говорит, дедем была с Дерьей. У девочки началось кровотечение, мы потеряли ребенка. Мурат в шоке. В конце последней серии Мурат солгал, чтобы Хайет не страдала больше. «Я люблю дедем, то, что у нас было с тобой, было ложью», сказал он. В этой серии, пока они оба страдают от этих слов, Керем, который привез Хайет, пытается найти ее. Когда Хайет не до конца выздоравливает, она выживает после того, как ее сбивает машина с мальчиком и его собакой. Субтитры создавал DimaTorzok